добрый день я снова вас приветствую на своем канале улыбаюсь потому что я говорила долго много казалось что камера меня не записывала 15 минут говорила сама для себя постараюсь вам все это повторить о чем мне хочется сегодня с вами поговорить ну во первых я хочу вам показать несколько брошек которые самое ближайшее время собираюсь выложить в магазин и часть из них будет на эти части эти броши будет магазине с точкой ком ссылку на этот магазин я вам конечно дам прошу прощения сегодня все-таки струбанная работаю много и некоторые позиции вчерашнего видео я уже выложила в магазин но прежде всего мне хотелось бы показать вам эту книгу и порекомендовать вам посмотреть эту книгу либо в библиотеках либо ее приобрести особенно если вас интересует данный стиль книга очень интересная здесь собрана масса красивых красивых иллюстраций красивых у совершенно замечательно чудесных постеров вот пожалуй один из моих любимых постеров этот причем я думаю что многие узнали этот постер и узнали этого художника и автора этого постера да да это именно он всеми нами горячую любимый рт так вот посмотрите еще вот на этих бронзовые бронзовую скульптуру вот эта группа о чем я хочу сказать я думаю что за многие знаете творчество этого художника о том что он был российского происхождения что он творил во многих странах таких франция англия в том числе и сша из этого творил плодотворно работал долго создал очень много красивых интересных украшений интересных дизайнов платьев состоялся как великолепный декоратор как иллюстратор то есть очень очень много его творчество многогранно очень красивые женщины на всех его произведениях и а что я хочу сказать почему обратила внимание именно вот на этого художника на этого дизайнера я хочу сказать что у меня есть несколько украшений естественно это не оригинала это реплики от этого дизайнера некоторые позиции я хочу выложить в магазин в первую очередь это пожалуй будет вот это его кольцо создана вот в том летящем характерном для него стиле очень красивое кольцо смотрите кольцо на маленький тоненький аккуратный пальчик размерчик кольца где-то шесть с половиной американский это значит ну порядка 16 скорее 16 с половиной может быть даже 15 с половиной маленькая хорошая тоненькая на тоненький хороший такой изящный пальчик вот такое колечко самое ближайшее время я его буду выкладывать магазин который . тут ссылочку на этот магазин я как обычно там в конце это в описании к этому видите следующая позиция такая коробочка следующая позиция от этого же дизайнера будут такие серьги серьги для проколотых ушек я одну сережку подниму потому что она не прикреплена хочу показать вам поближе посмотрите пожалуйста как она выглядит выглядит совершенно чудесно вот эта стилистика артыком черная эмаль мне кажется что здесь и позолота и серебрянее скорее всего есть очень хороший кристалл в Саровске в центре сережки для проколотых ушек вот такая сзади вот такой крепеж у них есть вот эти серьги вы тоже найдете в магазине в самое ближайшее время я думаю что я два-три я сделаю описание обязательно выложу в магазин сфотографирую выложу в магазин следующей позиции которую хочется показать это позиции сейчас есть магазине на эти является вот вот это брошь я думаю что я прикреплю вот посмотрите вот такая брошь брошь маркирована маркировка у нее олег кассини я думаю что не многие знают но тем не менее хочется добавить что этот тоже известный дизайнер тоже очень хороший голливудский у него была большая большая база клиентов в голливуде он создавал великолепные наряды для самых известных красавиц и дам света современных и явно тоже был эмигрантом первой волны российским вот цветового украшения вот такого стиля я думаю что здесь большое влияние в его творчестве оказал тоже такой красивый и имперский большой крупный уверенный стиль вот эта брошка а я думаю что и порядка 60 лет единственное что у нее есть маленькая крошечная потертость на одной из нижних жемчужинок но надо учитывать что этой броши где-то порядка 60 лет смотрите стилистика очень близка допустим к стилю демникова вот такого же плана брошь и еще одна брошечка про которую хочется сказать это вот такая интересная брошь птичка брошь тоже пока не выложена в магазин и я тоже планирую выкладывать самое ближайшее время показываю вам все на каком-то черненьком бархатном таком мешочке ну вот чтобы все было видно и красиво понятно посмотрите вот такая птичка вот у нее такой летящий силуэт и вот это обратная сторона украшения хочется обратить ваше внимание на застежку вот эта застежка называется тромбон она работает вот таким образом открывается и открывается и если вы видите такую застежку на украшение имейте ввиду что это брошь не просто этажная что это брошь все таки старинная потому что такие застежки характерны для пьеда 50-х извините 30-х 40-х годов то есть я думаю что вы даже не встретите 50-х годах то есть это явно-явно где-то 30-40-е годы иногда возможно даже 20 год то есть это один из прототипов современной застежки это одна из самых известных характерных деталей винтажной бижутерии такой же возрастной винтажной бижутерии имейте ввиду вот такие застежки обращайте на это внимание брошку тоже буду выкладывать магазин а у нее сзади есть клип который ее позволяет также использовать как и застежку для платка брошка маркирована к сожалению прочитать маркировку я не могу она частично закрыта креплением и хочется добавить что у нее есть небольшое изменение на металле я бы даже сказал какой-то вот цвет переход цвета из одного в другой это не потертость это не шероховатость это не износ и не знаю что это такое то возможно вот где-то вот слоями в слое вот так вот так вот она покрашена но я не знаю вот вот единственное что можно сказать в минус об этой брошке то есть у нее не однородная заливка золотой цвет вот если говорить несколько словах еще одним из украшений которые мне хочется вам показать является вот этот сет этот сет марсель буша маркированный такой листик давно уже достаточно давно у меня лежит решила его продать обратите внимание на клипсы такие я не знаю что то крылья мне почему-то они напоминают крылья хочется добавить что вот этот бренд иногда мне такое впечатление что они занимались бесконечным творчеством когда они создавали не только свои украшения но и когда они создавали и технические какие-то моменты для этих для своих украшений почему потому что вы можете иногда встретить какие-то невероятные конструкции застежек у меня есть такие клипсы которые вот не понимаю как они застегиваются и не могу понять как они держатся на ушах вот это клипса она тоже отличная смотрится совершенно по другому вот так вот застегивается клипс у нее прикреплена к задней части самой сергеи самой вот этой самого украшения вот так они застегиваются вот так она держится такая она какая-то странная непонятная в ближайшее самое самое ближайшее время я тоже буду выкладывать в интернет тоже выкладывать украшения в интернет так ну вот на сегодня пока кажется и все что я хотела сказать буквально осталась одна минутка несколько новых позиций вернее так не несколько но многих много очень новых позиций и я сама хочу добавить что я сама очень люблю посуду поэтому не удивляйтесь если я буду выкладывать посуду иногда я выкладываю разную посудку единственное что мне сложно сказать я не знаю сколько стоит доставка в россию не сложно в этом плане сориентироваться будут такие милые емкости для джема для сахара ничего угодно не могу пройти в магазинах мимо финской керамики арабия то есть я такие вещи покупаю такие вещи люблю также не могу пройти мимо допустим стекла который изготовленном в швеции либо в дании то есть я такие вещи люблю сама их собираю они мне очень нравится поэтому не удивляйтесь если они будут у меня в магазине тем не менее всегда рада ответить на ваши вопросы по их доставке всего вам доброго до новых встреч еще раз прошу прощения за то что так вижу работы много и надеюсь что завтра я исправлюсь всего доброго до свидания